Речки шпарит, сейчас вы увидите, вот. Красная площадь. Сегодня попытаемся ни разу жизни не был я в самом Кремле, но сегодня попытаемся мы пройти в Кремль. Снять бы интересно, по встречке выезжают всякие майбахи в сопровождении геликов, показывают какую-то фигню вот этим гаишникам и уезжают. Молодцы. Князь Владимир, моя тезка, креститель. Ну, красивый памятник. Ну, вообще, мы находимся, понятно, что тут правительственные выезды. Кстати, гаишники даже у нас, пешеходов. А вот можно посмотреть, вот она, синенькой лампочкой. По встречке шпарит, сейчас вы увидите. Вот. Покрякала. Сейчас интересная реакция. Так, он сюда свернул. Куда поехал? А, все, у него. Между столбиков проехал, молодец. Утро в Москве, 8 утра. Там гостиница, мы жили. Ридс Карлтон, которая. Красная площадь. Сегодня попытаемся ни разу жизни, не был я в самом Кремле. Но сегодня попытаемся мы пройти в Кремль. Якобы в 9 часов откроется. Много раз я был в Москве, последний раз 20 лет. День был страшный, московский. Это была Ельцинская эпоха. Тут было миллион мошенников, кидали кошельки. Не знаю, кидали мелочь. Потом шарили по карманам. Это был вообще, это был беспредел. Воровской, как я называю. Тут, не знаю, воры, наверное. Вверху верхировали или, а внизу? Низы. Ну, сейчас намного все, конечно, цивилизованнее. Здорово. Все дешево считается, даже по нашим меркам. По скаменогорским. Самое интересное, что в Москве сейчас на каждом шагу очень много жителей Поднебесной. Китайской народной республики. Наше Скаменогорское расположено рядом с Китаем. Я там был раз, посчитал, наверное, раз в 50 точно ездил, если не 70. Они были, только начинали. Мы возили туда какие-то шинели. Но я не возил, но вроде возил, не помню. Меняли их на что-то, на куклы, парби. Они были очень гостеприимные, простые. Но они и сейчас такими остались молодцы. Но только просто сейчас они, наверное, мне кажется, что-то покруче нас немного. Хотя, если честно, как игрушки. Поэтому у них самые замечательные игрушки. Китайцы очень добрые. Сколько, 70 лет я ездила. Китайцев я не видел ничего плохого никогда. Видела другой националист, не скажу какой. Да, те, конечно, не очень гостеприимные. Эти очень. Очень приятно за ними наблюдать, потому что в основном люди в возрасте. Как вы думаете, сколько лет этой женщине? За 50. Хотя на вид жизни не дашь. Им всем за 50. Потому что подошли мы к руководителям группы. Вот она сказала, что это все возрасти люди. Вот они себе позволяют. Вот видите, слагом она ходит. Молодец. Она на русском говорит. Это переводчик. Она сказала, что тут все возрасти люди. Она сама это обратила внимание. Говорит, сколько вы дадите? Я говорю, ну 40. Она говорит, нет, всем за 50, 60. То есть люди достигли предписанного возраста и позволяют себе вот такие путешествия. Это замечательно. Хотя там, по-моему, даже пенсии нет. Там, по-моему, дети должны за стариками следить. Насколько я помню, в последний раз ездил. Не знаю, может, что-то изменилось в законодательстве. Но сильно сомневаюсь. Вот смена караула, кажется. Вот она, возрастная группа. Здесь очень много их. Вот эти мальчишки, они что, всю ночь стояли, что ли? Или как у них? Смена через час, наверное, каждый. Можно в интернете посмотреть. Вот это самый величный огонь в России. Вот эти чуваки намешают. Вот они, смотрите. Почему-то странно, что все убирают листву. А, и теперь о деревьях. Молодцы. Молодцы. Мальчишки молодцы. Если честно, я, наверное, так не смог. Хотя, когда служил. А вот офицер. Офицер кто? Капитан, да? Капитан. Ну, спокойно стоит. Не кличит. Как я это делаю. Да, Григорий? В общем, китайцев обожаю я. Стоябразный ролик такой из американцев. Вот. Уже Александрского сада, рядом с Кремлем. Киевси. Завтрак дешевле, только даром. Завтрак дешевле, только даром. Двух, наверное, он тысяча рублей. Никто, альтернативу предложить пока никто не может. Поэтому, ну, по крайней мере, русских тут рядом, дешевых забегаловок, нету вообще. Почему-то только американских. Вопрос. Ответа я не нахожу. Кремль. Покупайте билет. Еще надо стоять потом по этому билету очередь. Эскурсия, не, экскурсия, я не знаю. Соборная площадь называется. Почтение Соборной площади. Это стоит 500 рублей с человека. Проходите, как в аэропорту, ну, не так сложно, но куртку заставляют снимать, по идее, если у вас куртка что-нибудь звенит. Китайцы молодцы, мне нравятся. Китайцы, действительно, настоящий миллиард. Вот нам учительница, когда нас приняли в октябре, то это я помню, это было 10 лет, наверное. Нам повесили звездочки, она сказала. Нам сказала, когда вы растите большие, быть может быть, пауза такая, вы попадете в Кремль. И у нас в классе была мертвая тишина. Так вот, ребята, прошло 42 года. Вот не помню, я помню, помню, какая учительница. И звали, наверное, Тамара Федоровна. Не буду врать. Прошло 42 года после этого. И мы попали в Кремль. И миллиард китайцев с нами попали в Кремль. Если она сказала, что миллиард китайцев попадет в Кремль, это было 42 года назад. А кроме китайцев, здесь еще и немцев была, целая группа. Немцы, которые мечтали занять Кремль, мне кажется, они его заняли. Тоже группа была нехилой там, всего 50. Потому что они говорили слово Ахтунг, Ахтунг. Их руководитель группы, наверное, это говорил. Я так понимаю, что это внимание, внимание. Насколько я не полиглот. Поэтому китайцы Кремль захватили. Вот они везде. Вот они, видите, в шапочке. Вот царь-пушка. Здесь фотографировался мой дедушка Яшин. Он был кавалером ордена... Ордена Александра Невского. Это награда, приравненная к звезде героя. Там была дюртская книжка, и было куча льгот у него, которыми он, кстати, не пользовался. А что он делал? Он, по-моему, служил в штабе у Жукова, якобы чуть ли не в Кремле служил. А потом репрессии начались, и он убежал. Бедный Ашбегом. Его лишили всех наград, потом награды вернули. Убежал бегом из Кремногорска. Вот ядра, по-моему, не от этой пушки, насколько я помню. Интересно, какие деревья. Я не знаю, тут природная аномалия, бедные, или это такие деревья. Тайцы еще нас догоняют. Натуральный из Бангкока. Прикол им. Морозы ощутить, наверное. Для них экзотика. Потому что мы-то едем к ним, у них пекло там. Но вот он, знаменитый царь. Колокол. Не знаю, наверное, больше что-то нигде нет в мире. Вот он, трещинка у него вот тут. А вот этот кусочек от него и скололся. Ну, Сталин, слава богу, был не совсем глупый человек. Да, вот сын спрашивает, как они снесли в СССРовское время. Но это надо быть... Он сказал, что дяденька получает миллионы. Дяденька увидит, если интересно, что скажет, опровергнет или нет. Архангельский собор. В соборе сохранились настенные росписи 16-17 века. И произведения танковой живописи 15-го. И 14-го. До конца собор служил усыпальницей московских Великих Едей и царей. Здесь отмечались победы русских войск. Вот его реставрируют. Вот из того собора мы тоже, я надеюсь, пройдем. Надо, правда, гостиницу сдавать уже в 12 часов. Мы хотим уехать в ДНХ в гостиницу «Космос». Это мечта моей жизни. Мечта побывать в гостинице «Космос».